Я пришел в восьмой дне, день, чтобы они служили уже Господу в Кимии. И в этот день служения, в этот день Аарон служил, правда случилось, то, что погибли его два сына, надавние Алиу. Аарон все равно совершил служение, слава Господня пришла, и как бы огонь появился на Женственнике и пожрал жертвы. И в дальнейшем рассказывается о кашруте, то есть о чистой и нечистой пищи, и дается как бы так же с этим ритуально некоторые вещи, то есть что делать, если там бывало какие-то кашруты, что-то мертвого или прочего. И если мы посмотрим на чисто, то чисто вообще много определяется в нашей жизни, мы считаем, мы определяем какие-то дни, у нас и дни рождения есть и прочее. И это впустит нервную жизнь, то есть мы как всегда выделяем какие-то числа. А у нас есть 7 дней недели, и 7 дней недели, они все связаны как бы чаще всего с материальностью, даже несмотря на то, что шаббат – это тедьмой день, он как бы вроде зелен от других, и он все равно – это материально, то есть мы все не и трудимся, чтобы у шаббат отдыхать. И это сердечность этого мира, то есть мы все делаем как бы 7 дней, потом следующее. А восьмой день – это считается что-то такое сверх этого, то, что выходит за грань рамки материального. Это 8 дней празднуется Хану, когда восьмой день объезжают младенцы. Это то, что такие вещи, которые делаются не связаны с этим материальным миром. И мы должны тоже понимать, что когда-нибудь мы окажемся в этом восьмом дне, которое светит все эти 7 дней и покажется, понимаете, что эти 7 дней они связаны с этим миром. И с этим миром вообще, как вы считаете, этот мир называется материальным. Мир выржит. Почему? Потому что здесь как бы это все перемешано. И добро, и зло, и определить, что правильно, что неправильно для нас создается какие-то устилия. И не всегда мы можем даже это определить, потому что мы по-разному научены, на разных каких-то основах. И если человек на одну вещь смотрит по одному, второй человек по-другому, для них это разное. Вот именно восьмой день – это когда мы поднимаемся над рамками этого мира и можем определить, кто тут есть, что вы знаете. Это может произойдет, может мы это увидим, но потом, наверное, да? И в этот день, что еще хотел сказать. Есть три вещи, которые меняют человека, считается. Первое – это, ну, вот я как бы из-за того, что смотрел больше, как бы, кайтинского ритма, он говорит, кайтиндут, деньги и отношения к спиртному, да? Кайтиндут – это, в принципе, любая, как бы я посчитаю, любая духовная практика. То есть когда человек увлекается любой духовной практикой, но он как бы вовлекается, то это ему все равно становится как-то по-другому относится к жизни в любом случае. То есть если он, я считаю, что любая, то есть пускай это какие-то там маргинальные, где-нибудь сатанистические, или еще что-нибудь, человек все равно, как бы, соотносяя с этим себя, он по-другому относится к жизни и сам меняется. Отношение к деньгам. То есть, как бы, если человек не поменялся, когда у него появились деньги, то просто у него мало денег. Появится больше денег, человек меняется. Да. И отношение к спиртному. Мы понимаем, что когда человек выпьет, он меняется. Если человек не поменялся, когда выпил, почему он не поменялся? Он мало выпьет. Он мало выпьет. А если человек достаточно выпьет, он там поменяется. Вот. Ну, и почему это связано, знаете, как бы, 20 народов погибли на Довую и в дальнейшем, как бы, Арону Господь сказал, что если, когда сходишь в святилище, ты не должен быть в состоянии опьянения. И, в принципе, считается, что, ну, правильно считается, что нельзя именно принять спиртному спадить в святилище, но есть еще такое, когда человек, как бы, духовно опьянен, то есть он, например, ну, познал какую-то истину, да, он уже, как бы, думает, что, да, вот, я такой, я молодец, я увидел это, я узнал. И считается, что, вот, может быть даже, если они не столько были опьянены винов, сколько были вот какой-то духовностью, которую они поспитили, увидели, и вот они этим были опьянены. И их поспитло то, что они попутали, как бы, тот огонь, который они надо. Ну, как бы, это неправильный вопрос, зачем продают? Правильный вопрос, зачем мы покупаем? Да, как бы, продают и продают, но... Я скажу так, надо. Я скажу, зачем люди отруманируют? Ну, Олег, это, давай потом поговорим. Да, в общем, они были, может быть, духовно опьянены, и их Господь снял их. Кстати, ну, как бы, вообще они третий раз вводятся в том, но считают, что они, в принципе, все равно были довольно правильные. И в дальнейшем даже там приводится и сказал Боже Аарону, вот в чем говорил Бог, через приближенных ко мне я спрещусь и перед всем народом вознесусь. И в Митарше написано, что Аарон, Боже сказал Аарону, брат мой, что когда я прибывал на Гаим в Синай, то Господь сказал, я спрещу между нами, сделаю это через правильника. И я думал, что эти правильники были не я или ты, но ими оказались твои сыновья, которые были правильнее нас. То есть вот это то, что он мне даже говорит, можно. И как бы здесь спреща, которая это все, ну, как бы, поясняет. Зачем это произошло вообще? То есть мы не понимаем. То есть вот такая, вроде мешка, просто такое событие, смещение, первое служение, зуба, и два человека погибли. И есть ключ. Один Митарем построил город. Ну, как бы так, построил город, хороший, и захотел, чтобы всем было хорошо там у него. Он построил ганалы там, насадил сады, сделал все, чтобы хорошо было, то есть и люди ни в чем не нуждались. И пошел смотреть судь, сказал, ну, смотри, я все сделал красивое. Чего мне не хватает? Вот посмотрел, говорит, ну, все хорошо. Не хватает врача, мало ли, люди же болеть будут. Он, да, он разослал письма там во все академии, чтобы лучшего врача ему прислали, за любую сумму нашелся такой врач. Он приезжает, его встречают, все хорошо, там дома ему выделили, и все, и, ну, есть врач, надо же какого-то больного. И они сразу же поискали больного, зашли, у которого там болела какая-то голова, и врач говорит, давайте его ко мне домой, я буду лечить. В общем, радуются за этого больного, ну, молодец, вот тебя вылечит, такой врач и прочее. Ну, врач его лечил там, хорошо или плохо, не знаю, наверное, хорошо, через пару дней больный умер. И все, ну, что ж такое, такой хороший врач и прочее, больный умер, они его сразу как бы отворачиваются. От врача. Да, хренами его падает, и тоже им можно как бы себе призывать, говорить, ну, что такое. Я тебя позвал, а тут вот такое случилось. И врач говорит, понимаешь, вот если бы я его сразу вылечил, да, ну, надо понимать нас потом, если бы я сразу вылечил его, да, то весь народ бы стал надеяться на меня. И не стали бы за собой сидеть. И спустились бы, может, на все тяжкие, считая, что я его вылечу любого человека, от любой болезни. А так, этот человек умер, и если все люди понимают, что нет такого бывания на врача, и будут больше сидеть за собой и заботиться о себе. И таким образом они, как ни странно, уже больше спасутся, чем если бы я их вылечил. Ну, надо понимать, что врач был бы очень, как бы, толковый, просто он сразу увидел в этом человеке такого больного и смертельного, что он не может его спасти. И так произошло. То есть он говорит об этом, что надо... Ну, так произошло, и, можно сказать, не сказано. То есть Господь даровал народу Тору. Он им показал, как бы, после этого греха Золотого Теста, что вот, если какие-то не преднамеренные грехи вы совершите, то вот можно прийти, принести какую-то жертву, и вы будете очищены. И народ мог бы подумать, что, ну, раз такое дело, можно попроще относиться. Когда согрешил, не согрешил, Господь меня потом все равно простит. И когда погибли эти два сына Аарона, как ни странно, люди, скорее всего, будут задумываться, стоит ли их решить, потому что даже правильники погибают. Что же нам без этого делать? И вот это то, что говорил у вас Господь. Через приближенных ко мне освещусь, и перед всем народом освещусь. И в правилах Ермея говорил, не надейтесь на ложевые слова говорящие, храм Бога, храм Бога, храм Бога. То есть, когда есть надежда на храм Бога. Смотрите за собой своими путями, чтобы не согрешить. И в этой главе говорится о кашруте. То есть, что кушать, что не кушать. Но потихоньку установились довольно простые традиции, ну, в европейских общинах чаще всего. То есть, то, что ваши деды ели, то вы есть и ешьте. То есть, если вы курите, то деды такие ели, и вы там стараетесь такой. Если таких-то коровок ели, то и вы, поэтому там проходит разное. То есть, ну, например, вот зубру назвал кошерный или не кошерный? Кошерный. Кошерный, жвачный, это, но где-то недели, поэтому не стоит употреблять с этим. Вообще, это такие вопросы, как бы такие незначительные, кажется, но даже целые общины разобщались. В 1709 году был распол в общинах Немеччина, да, в Германии. То есть там, как принято было, на базаре покупали корочку, ну, там потом осматривали ее, если там что-то... Как вот кошерность определялась не только там жвачная, нежвачная, птичка такая, такая. То есть надо смотреть органы. Если органы целые, то есть если там понятно, что нет каких-то явных признаков, там один орган не больше, чем обычный, впрочем, то есть тоже считалось кошерный. И если покупали курочку, я надо было осмотреть, там, в 4 месяц. На месте у нее это. И вот девочка купила курицу, пришла домой, осматривалась, там вырезала всю езенку какую-то, кинула коту, посмотрела другого, не нашла сердца. Сердца не нашла, пошла кровеной спросить. Кто кровеной сказал, нет, пульта не кошерная, у нее нет. Маслового клона. Ормана сердца, как оно может быть кошерным? И, то есть там понятие равен обменивается респонсами. Ну, респонс это ответы, да? То есть он записал куда-то, через какое-то время читает равен, это же Германия, другой, этот ответ, прочитал и говорит, ну как так? Курица без сердца жить не может. Значит, сердце было. Но оно куда-то делать. Может, девочка выкинула реакцию, курица кошерная. И вот на этом, как бы, вроде один равен так сделал, один так. Разделились, вот эта там целая равен, ну, целая Германия разделилась. И вот они в течение столетия могли вот найти эти источники соприкосновения по поводу одной буйницы. Ну, вообще, к чему это идет? Понимаете? Ну, мы тоже можем служить по-разному. Как, как бы, иногда мы выполняем действия чисто механически. То есть мы выполняем действия заповеди и прочее. Чисто, ну, потому что так надо. Не вкладывая какой-то огонь в твои, в твои сердца, чтобы служить. Иногда мы так любим Господа, ну, просто, вообще. То есть у нас есть этот огонь, но мы ничего не делаем. То есть мы как горящее сердце. И тут и в тот путь считается, ну, во всяком случае, служение, считается, ну, можно и так, и так делать. Это не должно совсем. Но хорошо, когда мы это делаем все вместе. То есть когда у нас есть и действия какие-то, и мы вкладываем какой-то огонь в эти действия. То есть когда мы выполняем нечисто механически. Поэтому вот давайте вот этими бурицами сердцами, чтобы служить Господу за всей самоотдачей. Чтобы мы могли сделать для Него не потому что надо, а потому что мы еще хотим это делать. Субтитры создавал DimaTorzok